Ну что ж, ребят, поздравляю! У нас тут уже десятый выпуск мобильных новостей. Маленький, но юбилей. Ладно, давайте, поехали к новостям. Студия Риски Лэб анонсировала стратегию Warbits для платформы iOS. Затея простая. Набор карт-ландшафтов, где будут происходить столкновения с врагами. Вы управляете одной из нескольких группировок военных, воюющих друг с другом. Обещается сетевая игра как через интернет, так и несколько игроков на одном устройстве. О сроках выхода пока не сообщается, а разрабы говорят, что, дескать, в ближайшее вот время. Танкисты есть? Я спрашиваю... А, да, вижу. Это хорошо, ведь совсем скоро предстоит новая работенка в игре Танк Инвейдерс. Садимся мы, значит, в боевую машину и катимся навстречу врагам. Неприятелей выше крыши, так что стрелять придется много и танков разнести тоже. Для этого пушки имеются, пулеметы, ну, все как мы любим. А все благодаря бразильцам из Мгая Студиос, вдохновленных играми 80-х. Появится игра на iOS и Android уже 28 августа. Обезьянки прыгают за бананами. Это я сейчас об игре. Chimpact 2 Family 3 от студии 505 Games. Перед нами продолжение известной игры Chimpact. Впрочем, тут та же песня. Прыгаем за бананчиками, а еще собираем всяческие кристаллы, ну и зарабатываем баллы. Короче, если делать, ну, прям вот совсем нечего, то за этой игрой можно весело провести время. Chimpact 2 Family 3 доступна только на платформе iOS, и найти ее в App Store можно уже сейчас. Правда, придется потратить 66 рублей. Студия The Project Factory сообщила о скором выходе на Android приключенческой игры Sherlock The Network. Игра сделана по мотивам сериала Sherlock от BBC, создатели которого перенесли Шерлока Холмса с доктором Ватсоном в комплекте в наше время. Sherlock The Network уже вышла на платформе iOS. Ее можно скачать бесплатно, расследовать несколько преступлений, а вот потом уже придется приобрести. Разработчики также выпустили ролик, посвященный Android-версии игры, и обещают ее уже в августе. Иииииии... Ну давайте. Искупайте меня в аплодисментах! Давайте. Да, да, да. О девайсах. Ага. Опять о тыблоках, а точнее о всяческих слухах про iPhone 6. На этот раз в интернете появились фотографии смартфона, который вроде бы является производственной моделью меньшей шестерки. Что с экраном в 4,7 дюйма. На снимках видно, что экран сопряжен с фронтальной панелью, как у iPhone 5s. Домашняя кнопка увеличена, значит яблочники улучшили сенсор отпечатков пальцев. Еще на задней части дисплея отсутствует электромагнитное экранирование. Предполагается, что это может быть новый дизайн из-за интеграции чипа NFC. Сама же Apple, как и полагается, отмолчалась и не прокомментировала данные слухи. Ну а мы все ждем сентября, а там уже все и узнаем из самых первых рук. Ну и на этом действительно все. Не болейте и до завтра.